Добровольцев ждут в 11 городах. Сегодня стартовал набор волонтеров на Мундиале Кубок Конфедерации. На российско-абхазской границе изъят наркотик. Его купили в Сочи через так называемые закладки. Бесплатные карусели, дельфинарии и мороженое в Сочи отметили Международный день защиты детей. Лето побед началось. В Сочи стартовал всекубанский турнир по уличному баскетболу на Куба губернатора. В День России на Кубани порядок будут охранять почти 9 тысяч спасателей и полицейских. О подготовке к празднику говорили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел губернатор. Наши краснодарские коллеги убедились, сделают все, чтобы торжества не были испорчены. День России, один из самых молодых праздников в нашей стране, отмечают с 1992 года. За это время он уже набрал популярность. Только в Краснодарском крае, по официальным данным, в 2015-м на гуляние вышли более 100 тысяч человек. В этот раз, 12 июня, ожидается еще больше. А перед выборами в Государственную Думу кто-то вполне может использовать время отдыха кубанцев в личных интересах, замечает губернатор. Несмотря на все это, праздник не должен быть испорчен. Предвыбодная риторика может быть разной, но она должна быть в правовом поле. Очень важно, в правовом поле. И не нарушайте никоим образом ни Конституции Российской Федерации, ни законодательства Российской Федерации. Вот за это мы с вами отвечаем и за этим должны следить. Сегодня Краснодарский край один из самых безопасных регионов Российской Федерации. Но он такой, потому что здесь выстроена многоуровневая система безопасности. И коллеги главы муниципальных образований, у нас полная, с вами круговая, если хотите, ответственность, круговая, плечом к плечу, вот за эту многоуровневую систему безопасности Краснодарского края. На совместном заседании оперативного штаба антитеррористической комиссии силовики докладывают, на время праздников переходят на повышенный режим готовности. Особое внимание местам массового скопления людей. В МЧС добавляют, проверили все зарегистрированные площадки для запуска фейерверков, это 58 точек. В целом за безопасностью в крае следить будут 6,5 тысяч спасателей. И если на краевом уровне исполнение решений антитеррористической комиссии тщательно отслеживается, то в некоторых районах дисциплина хромает. Так в Павловском должностные лица уже понесли наказание за то, что, внимание, не нашли у себя ни одного места массового пребывания людей. Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами провели служебное разбирательство и принято решение об его увольнении, уволен. Владимир Владимирович, вы как бы местный, понимаете, вы же ощущаете реальную жизнь. Ну почему мы живем только формулярами, это же абсурд полный. Ну нельзя формулярами жить. Вы видите ситуацию изнутри. Вот это самое правильное видение. Самое правильное. А вы ждете формуляров, они пошли ошибочно, не поняли, трактовали не так. И еще, да вы первые должны не ждать, пока мы вам сверху что-то спустим. Решения антитеррористической комиссии на законодательном уровне обязательны к выполнению. Цена ошибки слишком велика. Коллеги, очень важно, чтобы не было формального подхода. Решения, я еще раз подчеркиваю, многотонные можем принимать, а реализации не будет никакой. Если не будет реализации, то нет смысла в этих многотонных решениях. Ошибка неисполнения решений, даже простого неисполнения, может быть очень дорогой. Все поручения АТК, оперативного штаба и Совета безопасности в том числе, я буду снимать с контроля только лично. Пока сам не подпишу лично своей рукой, что снято с контроля, вот тогда-то он снято с контроля. В системе безопасности не может быть слабых звеньев, в заключении говорит губернатор. В этом вопросе нельзя давать даже повода подумать, что отлаженный механизм работает не на 100%. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань 24, Краснодар. Ход реконструкции стадиона «Фирст», где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, проверил вице-премьер Аркадий Дворкович. Заместителя председателя правительства в первую очередь интересовало соблюдение сроков выполнения работ. Речь шла и о результатах инспекционных визитов представителей FIFA и расходований средств, выделяемых на подготовку арены к проведению Мундиаля. Также зампред правительства сделал акцент на оформлении подтрибунных помещений, через которые на стадион будут проходить гости, зрители, спортсмены. Аркадий Дворкович предложил на главном стадионе города, где проходило и открытие, и закрытие Олимпиады, сохранить этот спортивный дух и разместить на стенах фотографии самых ярких олимпийских моментов, побед, награждений, лица чемпионов. Оценил ход реконструкции как достаточно высокий. Срок у нас в ноябре 2016 года. Тестовые игры будут проводиться, опять-таки этот вопрос поднимал Аркадий Владимирович, ориентировочно в феврале 2017 года до проведения Кубка конфедерации мы должны провести три тестовых игры с полной загрузкой стадиона. Напомню, после реконструкции Олимпийской арены число посадочных мест увеличится на 5 тысяч. За игрой футболистов на зеленом поле Фишта одновременно смогут следить 45 тысяч человек. 1 июня в стране стартовал набор волонтеров на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и Кубок конфедерации FIFA 2017. Компания обещает стать самой масштабной в истории волонтерского движения страны. С сегодняшнего дня и до конца года добровольцы будут проходить собеседование, интервью и лучшие из них получат возможность принять участие в проведении мундиаля. В нашем городе официальный волонтерский центр чемпионата мира по футболу создали на базе Сочинского государственного университета. 15 волонтерских центров в 11 городах-организаторах главного футбольного события мира начали отбор заявок российских и зарубежных добровольцев. В целом по России хотят набрать более 20 тысяч человек. В Сочи в волонтерском центре, сформированном на базе СГУ, планируют подготовить 1300 коммуникабельных, говорящих на иностранном языке активистов и в обязательном порядке знающих достопримечательности курорта. В целом задача сотрудников волонтерского центра «Форвард» – привлечение, отбор и обучение будущих волонтеров. С подобной работой в Сочинском госуниверситете хорошо знакомы. Как известно, у сотрудников богатый опыт набора волонтеров на крупные спортивные мероприятия. Прием заявок на Мундиаль как в интернете, так и в самом волонтерском центре открылся в 3 часа дня. Любой желающий, гражданин России, гражданин любой другой страны, может зарегистрироваться через портал welcome2018.com, стать волонтером на чемпионат мира по футболу и на Кубок конфедерации. Также любой желающий, кто проживает в городе Сочи или является гостем города, может прийти в наш волонтерский центр, где мы поможем зарегистрироваться, ответим на любые вопросы, поможем все сделать, оформить правильно. Дело это добровольное, но кандидата ждет тщательная проверка. Это, конечно, знание иностранного языка. И, конечно, будет приветствоваться опыт волонтерской деятельности. Поэтому мы всех желающих просим зарегистрироваться через наш волонтерский центр «Форвард» Сочинского госуниверситета. Патриотов своего дела, волонтеров серебряного возраста сложности не пугают. Они снова готовы учиться, чтобы посвятить ближайшие два с половиной года организации крупнейшего спортивного события мирового масштаба и быть полезными родному городу. Вновь хочется испытать вот эти эмоции, эти чувства. Это просто великолепно. Хочется чему-то учиться и учиться. Мало того, что нас обучали компьютерам, этого уже мало. Например, английский язык. Вы представляете, английский язык уже мало знает только буквы или базовый вариант. Необходимо уже продвигаться дальше, интермедицировать или проинтермедицировать. Добровольцы, которых отберут в волонтерском центре «Форвард», будут работать в самом эпицентре события – в Олимпийском парке и непосредственно на стадионе «Фишт». Набор волонтеров продлится до конца года. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи накануне задержали нетрезвого водителя. При несении службы в Центральном районе инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106. Он двигался зигзагом и в результате врезался в фонарный столб, а потом продолжил движение. Полицейские решили задержать водителя. За рулем находился 23-летний житель Сочи. При беседе с молодым человеком инспекторы заметили у него явные признаки опьянения. От предложения сотрудников полка ДПС пройти медицинское освидетельствование водитель отказался. В отношении сочинца был составлен административный протокол. Статья предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В целом, с начала года сотрудниками полка ДПС по городу Сочи выявлено 104 пьяных водителя. Более 550 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование. Остановка такси у парка «Ривьера» теперь запрещена. На основании решения городской комиссии по безопасности и дорожного движения на улице Егорово теперь запрещена стоянка и остановка такси. Соответствующие знаки уже установлены. Кроме того, в течение 20 дней в Сочи появится еще несколько запрещающих знаков на улице Цветочной, Суздальской и Парковой. И к другим новостям. На российско-абхазской границе изъят наркотик. Его купили в Сочи через так называемые закладки. В пункте пропуска Адлер автомобильный при прохождении пограничного контроля сотрудниками краевого пограничного управления ФСБ был остановлен гражданин Абхазии. У него в ходе личного досмотра обнаружен полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Как пояснил задержанный, это наркотик, который он приобрел в Сочи так называемым методом закладок. Изъятое вещество направлено на исследование. Задержанный подвергнут административному аресту. Сегодня Международный день защиты детей. В крае главный праздник по этому случаю прошел в Краснодарском дворце спорта «Олимп». Здесь собрались тысячи активных и одаренных школьников со всего края. С праздником ребят поздравил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев пожелал виновникам торжества успехов и исполнения желаний. Кубань-то наша такая солнечная, уютная, теплая, потому что в ней живете вы, наши дети. Друзья, настоящее, друзья, имеет смысл, а будущее видится счастливым, когда вы улыбаетесь. Это для нас, взрослых, самый основной, самый главный индикатор того, что мы делаем, ваши улыбки. Через 10-20 лет вам, именно вам предстоит делать будущее своего района, хутора, села нашего края, а может быть нашей страны. Вы, главное, верьте в себя. Никогда не сдавайтесь. И даже если упали, подымайтесь и смело идите вперед, идите к намеченной цели. Победа любит тех, кто настойчив. Посмотрите, какой у нас огромный большой край. Это ваш край. И неважно, родились ли вы в нашем крае или приехали сюда, сегодня это уже и ваш дом. Это ваша земля. Любите ее и берегите. На праздники также подвели итоги краевого конкурса «Стань первым». Это больше 20 детей, которые достигли успеха в учебе, спорте и творчестве. А некоторые, рискуя собственной жизнью, спасали других. Им глава региона вручил грамоты и дипломы. Ваши аплодисменты, Виталию. А в случае сегодня во всех парках города были организованы праздничные мероприятия. В центре города юных горожан встречал парк «Ривьера», где муниципальные аттракционы работали бесплатно. Много детворы посетила дельфинарий. Обо всем по порядку, Елена Овсецина. Парк «Ривьера» и без того всегда многолюдный сегодня превратился в одно огромное детское счастье. Сегодня все для этих малышей, и они это хорошо понимали, поэтому катались то на одних аттракционах, то на других. И сами веселились и радовали родителей. По инициативе управления по образованию и науке в парке было организовано более 20 площадок активного отдыха, на которых ребята могли участвовать в командных играх. Нам очень здесь нравится играть в мяч, всякие соревнования здесь, очень интересно. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, а это маленькие звезды, радовали своих сверстников яркими танцевальными номерами. В целом праздник проходил под девизом «Я люблю Сочи». А город подготовил для ребят на эти каникулы 145 дворовых площадок. 1 июня как раз дан старт программе «Лето». По поручению главы города Анатолия Пахомова к организации летнего отдыха привлечены аниматоры, представители общественных организаций ТОСов. «Единая Россия» выступила с инициативой, и они на каждую площадку из 145 поставили своего координатора. Это нам большая помощь, потому что работать надо все лето. Отдых должен быть по дозунгам «Отдыхаем вместе». Не просто дети, а мы хотим, чтобы на нашей площадке приходили и принимали участие в организации отдыха жители нашего города. Многодетная мама Надежда Михайлова сегодня со своими мальчиками тоже в парке Ривьера. Ее пригласила общественная организация «Лига женщин. Мост добра», которая принимает участие в воспитании ее семерых детей. Это и материальная помощь, и различные приглашения на праздничные мероприятия, и не только 1 июня, а в течение всего года. Такой дружбе уже 7 лет. Получили новое жилье. У меня не хваталось средств на детскую кроватку. И мне «Лига женщин» помогла на мигу. За все эти годы общественная организация «Лига женщин. Мост добра» оказала помощь нуждающимся семьям на сумму свыше 20 миллионов рублей. Каждая пятая семья в Сочи получила поддержку. Будь то помощь талантливым детям, пример Данил Пложников, ставший победителем проекта «Голос дети», или приобретение школьной формы. Порой детские мечты рушат тяжелые диагнозы. «Лига оплачивает лечение». Покупает дорогостоящие оборудование для перинатального центра. Только вчера в Бадлерском районе две семьи получили 106 и 75 тысяч рублей для лечения детей в Санкт-Петербурге и в Сочи. Вы знаете, честно говоря, хочется всем помочь. Но я очень рада, что у нас все это так взвешено, что у нас есть банк данных, что нам помогают врачи, что мы очень осознанно относимся к каждому диагнозу, к каждому творческому ребенку. Вот и Линде Кварацхелия, благодаря приглашению Лиги женщин Моздобра, сегодня не пришлось сидеть дома. Ей удалось полюбоваться на дельфинов, которых недавно видела по телевизору в программе «Вместе с дельфинами». Восьмилетнюю девочку воспитывает бабушка, которая помогла сюда добраться, поскольку прямо перед летними каникулами Линда сломала ногу. Мы решили не пропустить, даже, может, у нас ножка больная. Все-таки мы одолжили коляску и пришли. Таких благодарных бабушек и мам, которые получили пригласительные, здесь много. Они знают детство, которое проходит быстро, должно быть ярким, добрым и солнечным, как наш город, в котором живут неравнодушные люди, которые совсем не ради славы, а по зову сердца всегда рядом с теми, кому нужна помощь. Елена Всевсна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Новая спортивная площадка открылась сегодня в Эстасадке. Впрочем, рассчитана она на жителей всей Красной Поляны. Строительство и оборудование оказались очень затратными, но деньги из городского бюджета брать не пришлось. Она появилась благодаря шефской помощи сочинских единороссов. Площадка предназначена для детей, но уже сегодня стало понятно, а это место объединяет людей разного возраста. Это место на улице Листопадной долгие десятилетия с позапрошлого века остается центром притяжения для жителей не только Эстасадка, но и всей Красной Поляны в целом. Здесь проходят спортивные состязания, концерты, праздники. Место постепенно благоустраивается. Недавно появилось новое здание Дома культуры, а в День защиты детей здесь открыли нечто особенное. В Эстасадке на этом месте буквально 5-6 лет назад было поле, на котором жители просто гоняли по ябам футбол. Сейчас вы видите, что стоит новый современный клуб за моей спиной. И вот это великолепная площадка. На первый взгляд, да, современная, но обычная спортплощадка. Таких в Сочи в последние годы стало появляться много. Особенность в том, что это первая площадка в Эстасадке, да и во всей Красной Поляне. Волонтерские дома, которые были построены к Олимпийским играм, они сегодня переданы нашим очередникам. Переселилось сюда 760 семей, очередников, у них есть детки. У нас серьезное отношение к тому, чтобы дети действительно развивались. 4 миллиона рублей – столько стоило строительство и оборудование площадки. Все оплатили сочинские единороссы. Для местных жителей площадка важна по нескольким причинам. Многие занимаются спортом целыми семьями. Я непосредственно, да, тренер по хоккею. У меня дочь занимается лыжами, и они раньше здесь катались, не было здесь ничего. А сейчас такая прекрасная площадка, где мы все для разноплавного физические упражнения, футбол, баскетбол. Дочь Николая Юля и ее подруга София тоже лыжницы. Надели спортивные награды в честь праздника. И немного потренировались прямо в них. А вот на новый мини-стадион выходят уже без роликов и без медалей. Так все же удобнее. Мне она очень понравилась. На ней можно заниматься, чтобы быть сильным. С детьми на площадке будут заниматься тренеры-аниматоры. Всего летом на курорте заработает 145 придомовых площадок. Дина Отман, телекомпания «ФКТ». Аквапарк «Амфибиус», не забывая о своих добрых традициях, сегодня открыл свои двери для десятков детей. Покататься на горках, поплавать в бассейне и стать участником развлекательной программы. Школьники смогли абсолютно бесплатно. Красная ленточка разрезана. Сезон в аквапарке «Амфибиус» открыт. Традиционно лето в «Амфибиусе» начинается в день защиты детей. Дети, сегодня ваш праздник. Я каждый год вас приглашаю сюда, чтобы встретиться с вами. Из года в год. Вы у меня растете, уже сначала были маленькие, потом средние, теперь уже большие. Я очень рада вас видеть. С Днем защиты детей вас, с праздника вас всех. Веселитесь, радуйтесь, весь аквапарк в вашем распоряжении. Море брызг, скорости, яркие эмоции. Большой компанией школьники катаются на водных горках и плавают в бассейне. Сегодня в аквапарке много детей. Школьники пришли в «Амфибиус» целыми классами. С утра до вечера кататься на аттракционах сегодня они могли абсолютно бесплатно. Такой подарок от аквапарка получили более 300 детей из шести сочинских школ. Кто-то катался на горках впервые, кто-то – частый гость парководных развлечений. Но все ребята одинаково радовались такому подарку в их день. Нам нравится, отмечая 1 июня День защиты детей в аквапарке «Амфибиус». Тут можно радоваться, веселиться и гулять. Самый лучший аквапарк «Пирик». Ура! Это очень хорошо, что мы сделали День защиты детей. Можно ходить бесплатно в аквапарке, на горке. Впрочем, детей ждали не только водные развлечения. Большой праздник для всех гостей аквапарка подготовили и творческие коллективы курорта. Скучать не давали и веселые аниматоры. Компания «Пиратов» подготовила массу конкурсов. Одним словом, праздник получился. Такое начало лета – это заряд на все каникулы. С благодарностью отметили школьники. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». На сцене Зимнего театра состоялся традиционный для Сочи фестиваль дружбы народов «Две культуры, одна вера», организованный городским грузинским культурным центром «Иверия». Конец мая для сочинских грузин – это время собрать всю общину и пригласить друзей. В рамках фестиваля дружбы народов «Две культуры, одна вера» продемонстрировать свои обычаи и культуру имеют возможность все нацобъединения курорта. Ведь цель мероприятия – укрепить дружбу между жителями Сочи и объединить усилия по поддержанию согласия и мира в городе-курорте. И вот Россия, матушка, нам, своим сынам, мы же сыны и дочери России, она нас приветствует здесь и дает право на самобытность, на нашу культуру. И это потому, что администрация к нам относится с уважением, с доверием и знает, что мы патриоты России. И от нас только будет исходить добро и любовь. За вклад в дело межнационального единства и пример патриотического отношения к Сочи глава города Анатолий Пахомов наградил членов культурного центра «Иверия» знаком признания и почет сочинцев. Мы любим друг друга, мы уважаем друг друга и мы все вместе сочинцы. И мы все будем делать, чтобы наше поколение всегда знало свой язык, свою историю, свою культуру и гордилось этим. Мне очень приятно, что сегодня грузины Сочи не только поддерживают и развивают свою историю, культуру, традиции, обычаи, язык, но и в очередной раз напоминают нам о том, что православная вера является основным объединяющим фактором большинства народов, которые издавна проживают на нашей территории. А пока мы едины, мы непобедимы. Сочи парк сегодня отпраздновал свой второй день рождения. Дату сочинский Диснейленд отметил в кругу друзей своих посетителей. Для них самый большой парк-курорт подготовил массу сюрпризов. Каких именно, знает Ольга Десятого. Бой маршевых барабанов и улыбчивые мажоретки с сегодняшнего дня и трижды в неделю открывают Сочи парк. Цирковые артисты исполняют небольшую жанровую зарисовку. Акробаты, жонглеры и гимнасты задают настроение на весь день. Сегодня в Сочи парке Аншлаг поздравить сочинский Диснейленд со вторым днем рождения пришли сотни гостей. Одни гуляли и фотографировались, другие катались на аттракционах. Здесь их 15. Это и детские, семейные карусели и головокружительные горки. Это жар птица, самый высокий в России. Аттракцион свободного падения, 65 метров. Впечатлений после приземления масса. Очень круто, да. Так еще, когда поднимаешься, вообще впечатление огромное просто. В свой день рождения Сочи парк подготовил для гостей много сюрпризов. Так, сегодня здесь открылась мега-песочница с выставкой 16 гигантских песчаных скульптур высотой до 5 метров. На их создание ушло 700 кубов песка. Авторы – российские мастера, рекордсмены книги Гиннеса. Зрители в восторге. Такого они еще не видели. Нам очень понравилось с ребенком. Очень интересно. Сказки русские Александра Сергеевича Пушкина. Такие скульптуры красивые, с песка. Впечатляет. Каждый из вас может стать счастливым обладателем подарка от Сочи парка в честь дня рождения. Ну и какой день рождения без подарков? Их Сочи парк дарил участникам розыгрышей. Призы, годовые абонементы в Сочи парк, сертификаты на мастер-классы и фотосъемки, пригласительные в спа-центры, городские театры, музеи и прочие места отдыха. Семья Устиных, например, выиграла билеты в океанариум. Вообще здорово. Очень здорово. Красиво все. Такое впечатление. Есть экстрим. И есть для маленьких карусели, которые в восторг. Ну, просто супер. В свой второй день рождения Сочи парк своим посетителям вручил около 500 подарков. Ну а празднование продолжалось до самого позднего вечера. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи открылся 11-й всекубанский турнир по уличному баскетболу на Куба губернатора. В нем принимают участие юниоры из всех муниципальных образований Краснодарского края. Впервые всекубанский турнир по уличному баскетболу прошел в 2006 году. Его цель – мотивировать детей к здоровому образу жизни и организовать их летний досуг. В последние годы форма уличных состязаний становится все более популярной среди молодежи. Например, в прошлом году в турнир по стритболу включилось более 260 тысяч детей-подростков. Для участия не обязательно профессиональная подготовка. Бороться за Куба губернатора могут все желающие. Однако, чтобы представить свою команду в финале, необходимо пройти сначала зональный, а затем районный отборы. Турнир активно поддерживается Министерством спорта, края и Департаментом физической культуры и спорта города Сочи. Это одна из дисциплин баскетбола, стритбол. Буквально с этого года данный вид спорта включен в олимпийскую программу. В прошлом году на Европейских играх данный вид был представлен, и наша сборная команда России с медалями завершила данный турнир. Так что перспективы у этого олимпийского вида спорта у нас на Кубани очень-очень радужные, потому что открытый воздух, солнце, уличная площадка, как не в Краснодарском крае проводить данное мероприятие. Олеся, большая, твоя! Победали! В целом, проект всекубанского турнира представлен пятью видами спорта – стритбол, плавание и футбол, легкая атлетика и настольный теннис. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также много мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.